Привет-привет! Оракин – это расклад для вас на неделю с 18 по 24 марта. Будем смотреть с вами по привычной схеме три подсказочки на картах Таро. На картах Семья мы посмотрим ваши взаимоотношения на этой неделе. И у Оракула Ленормана мы спросим, на какую область вашей жизни вам стоит уделить более пристальное внимание в данный период. Что ж, давайте приступать и смотрим, что вас ждет в эту замечательную неделю. Солнце, ясность, радость, счастье. Если вы ожидаете поступления каких-то финансов, они придут. Если расцвета какого-то вашего дела, предприятия, тоже все будет вас радовать. Замечательная карта. Давайте посмотрим еще одну. Тут даже можно вообще ничего уже не тянуть. Так, семерка чаш. Семерка чаш говорит об иллюзорности, о большом выборе, когда перед нами много возможностей, когда мы хотим заняться и этим, и этим, или купить себе много чего-то. То есть это такое состояние, как, ну, конечно, после солнца, например, вы получаете какое-то вознаграждение за свой труд, и вы теперь понимаете, что вы можете и вот этим заняться, и вот это купить, и вот это себе позволить. Но по карте семерки чаш вас призывают к трезвости ума, когда вам не нужно распыляться, а нужно выбрать что-то одно, одну мечту, один проект, какую-то, может быть, если дорогостоящую покупку, то ценную и важную для вас. Вот сделайте выбор, и после этого, когда вы осуществите то, что вы задумали, вот это одно, тогда вы будете переходить на следующий этап и выбирать ещё что-то. Ну, целым хорошая такая, хорошая неделя. Сейчас посмотрим ещё третье событие. Звезда. Ну, вы, собственно, может быть, у вас есть много вариантов, как достичь своей цели, или у вас наступает большая популярность, может быть, да, смотрите, у нас и солнце, в принципе, звезда, и сама звезда, да, обозначает звезду. По звезде это может быть посещение какого-то концерта, мероприятия, там, где, ну, значимо известные для вас люди. Может быть, их знает не вся страна, но вы можете попасть на встречу со звездой, которой вы думаете, знаете, что этот человек популярен в каких-то кругах. Также это может быть вы попадёте на какое-то мероприятие, или вы будете где-то, где вы будете в центре внимания, когда на вас будут устремлены взгляды, когда вы будете получать комплименты, может быть, какие-то подарки. Звезда может ещё указывать на повышение в звании, когда вам какие-то звёздочки падают на погоны. Может быть, это действительно приближение, путь к вашей мечте, или это карьерный рост, когда вас повышают на вашей работе, на ваших делах. В целом, очень хорошая неделя. Самое важное, это, ну, по вот этой карте не распыляйтесь. Да, может быть, у вас сбываются какие-то мечты, открываются какие-то горизонты к достижению того, чего вы очень хотите, но при этом вам нужно иметь фокус, внимание на чём-то одном, ну, максимум двух. В проектах, людях, событиях в вашей жизни, желаниях. И тогда всё будет складываться максимально положительно для вас. Ну, а мы смотрим, что у вас во взаимоотношениях на этой неделе. Доброта, спокойствие, умиротворение. Если вы одиноки и хотите найти вторую половинку, эта неделя максимально положительна для того, чтобы обрести это знакомство, чтобы создать некий коннект, да, вот этого тепла, понимания, взаимосимпатии друг с другом. Если вы уже находитесь в отношениях, то эта неделя хороша для того, чтобы оберегать свои чувства, рассказывать о них, проявлять больше внимания, любви и заботы к своей второй половинке. И, конечно же, получать это взамен. Прекрасная неделя для взаимоотношений. Смотрим. На чём же вам нужно держать фокус, внимание? На какой области вашей жизни в этот период? На тратах, на том, куда уходят ваши ресурсы. Может быть, это как раз такие вот эти импульсивные покупки, да, когда хочу всего и сразу. Тогда посмотрите, действительно ли вам это нужно. Это могут быть траты вашего времени в пустую или не на то, на что вы хотите, когда вы распыляетесь и не знаете, как проходят ваши дни. В любом случае, карта крысы может ещё говорить о том, что обратите внимание на тех людей вокруг вас, которые не относятся вот так вот бережно, да, к вашим чувствам, к вашему времени, к вам самим. Те люди, которые воруют ваш ресурс такой, как, может быть, денежный, может быть, временной, может быть, они подталкивают вас на какие-то неправильные действия, неправильные поступки. Вот держите фокус внимания на том, куда утекает ваш ресурс. И найдя эту брешь, вы её залатаете, и наступит солнце, счастье, радость, и, конечно же, всё в вашей жизни будет складываться максимально положительно. Субтитры подогнал «Симон»